Всем привет! Меня зовут Никита Кендинов. Я уже два года работаю в Яндекс.Маркете iOS-разработчиком. Мне довелось поработать в разных командах. Сейчас я работаю в команде фабрики промо. Мы отвечаем за все промо-акции на сервисе, за различные инфоповоды в том числе. Сегодня хотел бы рассказать о такой вещи, как backend-driven UI, BDUI. Рассказать бы хотел об этом больше с позиции потребителя этой технологии, потому что уже была очень интересная конференция, где рассказывалось о технической части, как это ребята реализовывали. Поэтому позволил себе на нее сослаться. Я буду рассказывать больше как продуктовый разработчик о различных плюсах-минусах, о том, что это в общих чертах. Думаю, можно начинать. Значит, backend-driven UI – это такой подход, который позволяет нам формировать достаточно динамичный, гибкий контент. В этом подходе у нас API сообщает на клиенты, какие компоненты, каким образом и с каким наполнением мы будем выводить на экран приложения. Хотел бы рассказать о нашей интерпретации BDUI. То есть у нас есть несколько мастодонтов. Flex – это такая библиотека, Flex SDK. Далее я чуть подробнее раскрою, что это такое. MAPI – это наш мобильный backend. Здесь хотел бы остановиться прямо сейчас. Мы очень долго думали, какой язык выбирать для того, чтобы всем нам, разработчикам, мобильщикам, было удобно самостоятельно для себя же на нем программировать. В итоге остановились на языке Kotlin. Тут как бы есть один очевидный плюс. Половина мобильной разработки абсолютно комфортно себя чувствует сейчас, когда они занимаются написанием кода на мобильный backend. Но для iOS-разработчиков тоже не сказать, что это большая проблема, так как Kotlin – это все-таки такой достаточно простой язык с точки зрения порога входа. После свифта он такой же упрощенный, в каком-то плане безопасный и так далее. DivKit – это интересный фреймворк. Фреймворк, который позволяет конвертировать некий UI в JSON-верстку, который кушает наше уже клиентское приложение и, соответственно, отрисовывает контент. Ну и CMS – это Content Management System. Тут на самом деле важно его упомянуть, так как с помощью CMS мы как раз-таки задаем некий порядок для нашего контента на экранах и формируем некоторые структуры данных. Подробнее о Flex. Тут есть такая достаточно упрощенная схемка. Flex является прослойкой между источником данных и отображением контента. Тут нужно понимать такую вещь, что источником данных может быть что угодно. В нашем случае это Mobile API, то есть мобильный backend. И за отображение контента может отвечать что угодно. То есть это могут быть как какие-то нативные UI-библиотеки, так и какие-то сторонние. Flex, по сути, это такая технология, которая позволяет нам внедрить концепцию BDI в любое приложение. Для Flex есть основные составляющие. Самое главное – это документ. Здесь я на картинке попытался показать зоны видимости вот этих вот сущностей. Надеюсь, это видно. Соответственно, документ – это по сути все содержимое экрана. Но там с некоторыми, скажем так, погрешностями, о которых далее расскажу. Скафолды – это такие некие строительные леса. В данном случае видно, что в качестве скафолда мы используем поисковую строку, строку с адресом, с баллами плюса. Секция – это такая пачка взаимосвязанных друг с другом данных, UI-компонентов. На самом деле секция тоже имеет внутри себя какую-то дополнительную логику. То есть она может быть бесконечной, она может быть подгружаемой, скролящейся и так далее. По дефолту секция занимает всю ширину экрана. Ну и элемент. Просто решил сюда добавить, чтобы показать, что элемент – это какая-то сущность, которая хорошо переиспользуется. Здесь качество элемента показал вам сниппеты товаров. В документе нужно понимать важную вещь. То есть несмотря на то, что это называется документ, он отвечает не только за непосредственное отображение какого-то контента. Там достаточно много логики. Например, решил вам показать модель. Тут видно, что помимо непосредственного контента есть еще экшены, какой-то контекст, какие-то шерид-дата сущности. С помощью экшенов как раз реализуется некоторая логика, которая умеет под капотом делать документ. Например, это перезагрузка секции, их вскрытие, показ, какие-то релоуды, подгрузка новых патчек, секций, чтобы не грузить все сразу, например. Ну и тут для наглядности. То есть документ – все, что выводится на экране. Под контентом в документе может быть по сути что угодно. То есть столбцы и столбики, компоненты, коллекции, что-то скроллящееся и так далее. Плюс стоит не забывать, что за отрисовку мы можем взять что угодно, в том числе какие-то абсолютно сторонние библиотеки. Обычно еще не все сразу могут быстро понять, что такое скафолды. Вот тут для наглядности добавил, что скафолд – это по сути, повторюсь, такие строительные леса, это надстройка над контроллером. Мы с помощью нее, например, в качестве топ-вью, я вам уже показывал, там была поисковая строка, в качестве ботом-вью или стики-вью, то есть залипашки. Может быть там кто-то пользуется тем же маркетом на карточке товара, есть залипашка снизу, в которой есть кнопка в корзину, цена за товар, какие-то самые важные промо-акции. Это тоже скафолд под капотом. Всю логику, которую я сейчас описывал про документы, про перезагрузку секций, про подгрузку, все это реализуется через экшен. В том числе бизнес-логика реализуется через экшены под капотом. Сами экшены внутри себя представляются командами. Тут ничего сильно нового, сложного нет. Есть перечень команд, его можно расширять. У этих команд есть свои хендлеры, которые, соответственно, отлавливают то, что какая-то сущность эту команду кинула и обрабатывают ее так, как мы хотим. Ну и как у любой сущности, тут стоит поговорить о жизненном цикле. У документа есть свой жизненный цикл, его тоже можно расширять. Но здесь перечислил такие базовые, то есть документ имеет состояние, когда он не загружен, когда он скрыт, когда он загружен, показан и так далее. Все это тоже можно контролировать. Достаточно удобный инструмент. Тут я еще раз показываю ту упрощенную схемку, которая была в начале, но уже подставляю сюда то, что я рассказал ранее. В качестве источника данных, повторюсь, у нас это мобильный бэкэнд, который мы полностью сами реализуем, команды мобильной разработки, флекс, все еще прослойка между источником данных и отображением контента, а за отображение контента уже отвечает divkit, то есть та самая сторонняя библиотека. Хотел показать структуру divkit-section, потому что сам divkit, и это очень важно понимать, он отвечает исключительно за контент, то есть в нем нет никакой логики. Вся логика хранится и формируется в источнике данных, то есть на бэкэнде. Divkit, если говорить слишком упрощенно и слишком грубо, просто инструмент, который позволяет клиенту, то есть нашим мобильным приложениям, адресовать известную JSON-верстку, потому что он знает, как ее адресовывать. Тут видно, что в divkit-section непосредственно есть контент, какие-то error-стейты, какие-то другие стейты, но тут нет никакой логики, то есть только все, что связано с контентом. Перед тем, как перейти к опыту разработки, хочется сказать такую важную вещь, почему вообще BDI стоит внимания как минимум, потому что большинство из нас наверняка сталкивались с процессом релиза в App Store. Кто еще не столкнулся на текущий момент, обязательно столкнется. Могу заверить, не сильно углубляясь, что процесс это достаточно неприятный, во многом неприятный, потому что очень тяжело поднимать, какие временные рамки займет процесс релиза. Это от нас обычно не зависит, это зависит непосредственно от ревьюеров, которые участвуют в процессе релиза со стороны Apple, Google Play и так далее. BDI позволяет очень хорошо в каком-то смысле обходить процесс релиза, имея свой собственный процесс, который на самом деле может по-разному настраиваться в любой из команд, в любой из компаний. У нас, например, это все релизится ежедневно раз в сутки, в отличие от релизов клиентских приложений, которые релизятся раз в неделю. Опыт разработки. Так сложилось, что больше года назад мы начали переезжать и как-то тестировать различными экспериментами вот эту концепцию BDI. И мы были одними из первых, кто решил попробовать эту концепцию. Мы набили много шишек, очень много, поэтому есть что рассказать. На самом деле, после этого проекта так получилось, что наша команда обрела колоссальное количество экспертизы в этом вопросе. И сейчас даже немобильные разработчики очень хорошо понимают, а как это все реализовано. Вот такой у нас был проект. Называется он «Товарогерой». Этот проект включал в себя скроллбокс на морде, то есть на главной странице приложения, и дополнительный баннер на карточке товара. Тут его, в принципе, видно. Вот такой баннерочек, либо стокен, в зависимости от состояния акции. Суть доработок была в том, что нам нужно было запустить товарогероя. Они отличались от обычных товаров тем, что мы анонсировали некоторые в стоке, подсвечивали нужные акции, указывали новые сроки проведения акции в хедерах нужных нам секций. То, что вы сейчас видите на экране, это полный натив. Тут нет никакого BDI. Это то, как это выглядело до нашего перехода на эту концепцию. Думаю, с дизайном понятно. Можно переходить к тому, что мы в итоге сделали. И какие были потенциальные проблемы. То есть, понятно, тут я больше рассказывал, что мы делали со стороны мобильной разработки. То есть, новые типы данных в CMS. Это просто различные конфиги акции, так как на начальном этапе то, что вы видели на экране, было псевдоакцией. На самом деле, бэкэнд ничего не знал о том, что эта акция существует. Он вообще не знал даже тип этой акции. Это все реализовывалось исключительно на фронтах. В качестве эксперимента нужно было дешево понять, работает ли эта фича. Если работает, уже делать, скажем так, чуть глубже, прорабатывая. Это поддержка различных резолверов, их ответов на фронте и на мобильных клиентах. Соответственно, общая логика и UI-ная логика сразу на двух платформах на iOS, на Android. Ну и тесты тоже на двух платформах по отдельности. Тут какие проблемы могут быть? То есть, про привязку к релизному циклу понятно. Раз тут нет подхода BDUI, это значит, что любое изменение, оно требует релиза. Причем, и баги, и изменения UI, что угодно, даже самое мелкое. Всегда новый релиз. Полная зависимость. Далее, так как все-таки команды бывают очень большими, часто можно сталкиваться с проблемами каких-либо коммуникаций и проблем, связанными с несколькими источниками данных. Тут в чем загвоздка. То есть, очень часто, когда проект разрастается, в дальнейшем к вам приходят другие команды, спрашивают, как ты сделал то-то, как ты сделал все. И обычно это приходит какой-то мобильный разработчик к мобильному разработчику, либо бэкэнд-разработчик к бэкэнд-разработчику. Проблема в том, что мы не можем идеально знать код различных платформ, поэтому мы говорим обычно за свою платформу, хорошо в ней разбираясь. Вот подход BDUI в дальнейшем, он очень хорошо решает эту проблему, об этом чуть позже. Тут, в принципе, уже все проговорил, то есть, все, что угодно, фиксится сразу на двух платформах с полной зависимостью от релиза. Ну, и всегда есть пользователи, которые просто никогда не заходят в App Store или у них не настроено автообновление, соответственно, они просто могут не увидеть наши классные, по нашему мнению, доработки. Это очень грустно, потому что мы потратили на это время и хочется, чтобы пользователи этим пользовались, как бы это ни звучало тавтологично. Тут хотел показать уже в сравнении с BDUI непосредственно. Дизайн абсолютно такой же был, напомню, на всякий случай. Дизайн абсолютно идентичный, это говорит о том, что мы могли переиспользовать те вьюшки в нативе, которые мы уже программировали на MVP итерации, но при этом вся логика уже была новая, так как она была абсолютно в другом месте. Во-первых, стоит обратить внимание на срок разработки, даже если сделать скидку, опять же, на то, что некоторые компоненты мы переиспользовали, все равно разница существенная. А почему она существенная? Потому что раньше логика была задублирована, сейчас логика полностью находится на мапишном бэкэнде. Зависимость от релизного цикла отсутствует. Практически, кроме различных кардинально новых изменений либо изменения в контракте по данным и так далее. И коммуникации стали намного легче, потому что, повторюсь, когда ты сам пишешь свой мобильный бэкэнд под себя, ты абсолютно точно уверен, какой там контракт, ты ожидаешь какие-то подводные камни, потому что, скорее всего, ты сам в процессе написания кода их мог оставить. И, соответственно, коммуникации облегчены, потому что единственное, где ты должен коммуницировать с другими разработчиками, это утвердить заранее контракт по данным с Android-разработчиком, либо с iOS-разработчиком, в зависимости, кем вы являетесь. И тут хочется показать целевой проект. Это уже проект непосредственно полностью на BDI и полностью на DevKit. Когда я говорю полностью на DevKit, я имею в виду, что для того, чтобы создать эту секцию и вон те секции на карточке товара, не было написано ни одна строчка нативного кода. Тут нет ничего, что хранится в нашем iOS-репозитории. Это все полностью бэкэнд. Это позволяет нам фиксить баги, менять UI, чуть-чуть менять логику или не чуть-чуть, полностью на бэкэнде. Это говорит о том, что мы абсолютно не привязаны к мобильным релизам и можем хоть каждый день вносить правки. И, собственно, здесь аналогичная такая табличка по последней итоговой реализации. Тут срок разработки вообще меньше двух недель, хотя тут уже никаких скидок нет, тут ничего не переиспользовалось, так как это полностью новая логика в новом месте и полностью новый UI опять же в новом месте, то есть на бэкэнде с помощью див-кита. Зависимость, как я сказал, от релизного цикла отсутствует. Коммуникации. Здесь вообще еще все проще. Очень часто на практике сейчас видно, что вообще одному разработчику смело можно давать какие-то вот такие доработки на див-ките, потому что единственное, для чего может потребоваться смежный разработчик со смежной платформой, это чтобы на всякий случай протестировать, как это отображается, чтобы вы понимали, где есть расхождения. Они иногда бывают на практике, но их все меньше и меньше, так как это все хорошо и быстро обновляется. И решил именно тут упомянуть тесты, потому что тоже, чтобы сильно не углубляться, в нативе тесты, понятно, пишутся на каждой из платформ, там их тысяча разных видов, основные это юнит-UI, в случае с див-китом все тесты написаны опять же на бэкэнде, но тут стоит понимать, несмотря на то, что это бэкэнд, написаны не только тесты на мапперы, там на какие-то данные, а еще и скриншот-тесты. Это позволяет нам опять же один раз в одном месте подготовить данные, написать сам тест, увидеть, как это все проходит на разных платформах с помощью различных инструментов, и на этом все. Нет никаких зависимостей от платформ друг друга, несмотря на то, что по сути под капотом все и там и там реализовано идентично. Очень удобно. И такая небольшая опять же инфографика по поводу того, как отличаются эти три реализации. Не буду повторяться, тут все видно. Это просто я решил добавить скриншот с нашей системы контроля версии. Тут показано, сколько файлов я правил либо удалил, сколько строк кода я удалил, выпиливая с натива то, что было написано на первых двух итерациях, то есть на итерации с полным нативом и на итерации с BDUI, но без div-кита. Перед тем, как с вами попрощаться, хочу немного подытожить. Важно понимать, что этот инструмент на самом деле хоть кажется на первый взгляд каким-то непривычным и сложным во многом из-за того, что, согласитесь, мобильный разработчик навряд ли ожидает, что он будет писать бэкэнд под себя, потому что бэкэнд все-таки вещь немного другая, мягко говоря, и там нужен другой подход. Очень круто, когда у тебя есть старшие товарищи, которые могут тебе что-то посоветовать, объяснить с этой платформы, скажем так. Там нужно больше внимания уделять безопасности, скорости и оптимизации. Но, несмотря на то, что это непривычно, практика показывает, что мы достаточно быстро все перешли на этот подход. Сейчас, так как все-таки маркет это такой, в первую очередь продуктовая история, для продукта очень важно иметь возможность быстро катать экспы, быстро что-то фиксить, релизить, подстраиваться под условия рынка, подстраиваться под условия магазинов, в которых мы размещаемся. И все это позволяет делать концепция BDI. Все, на этом точно все. Я сослался тут на DivKit. Можете почитать, там хорошая документация. Готов к вопросам. Да, большое спасибо, Никита, это было очень интересно. Покупим нашему спикеру и переходим к вопросам. Спасибо за доклад. У меня есть пара вопросов. Первое, ты сказал, что релиза в привычном понимании в принципе нет, то есть это только редкие какие-то глобальные обновления, большие. Вопрос, наверное, немного странный, а как к этому относятся сами Apple? То есть они обычно всегда смотрят, проверяют досконально, бесконечно могут придраться, что у тебя там кнопка не работает, еще что-то, а тут по сути это никаким образом не контролируется. Есть ли какие-то вот, не знаю, как это работает? я понял вопрос. Смотри, на самом деле это контролируется, то есть буквально недавно был случай, когда так уж складывается у нас сейчас, у нас в рекламный баннер на морде пророс Альфа-банк, как вы знаете, он под санкциями, несмотря на то, что сама секция это полный BDI, на ревью Apple это увидела, отклонила, сказала, исправляйте. Мы начали обсуждать, в чем конкретно проблема, тут я подробностей не знаю, так как, слава богу, не я в этот момент был релизным дежурным, вот, там ребята из коммуникации с ними вступили в диалог, пытались разобраться, в чем конкретно проблема, может, не сразу было понятно, но суть в том, что это все равно контролируется Apple, то есть они смотрят же не только наполнение каких-то исходников, они смотрят непосредственно то, что получилось, вот, получилось то, что получилось, это быстро пофиксилось, потому что BDI, опять же. Окей, спасибо, и второй вопрос, ты вот, наверное, знаешь, что если релизишь приложение, то там можно указать, что не сразу для всех его выпускать, а типа постепенно, в течение, процентная раскатка. да, вот, а соответственно учитывается ли это как-то, ну вот, как это работает в BDI, и работает ли, потому что иначе там любой баг, он сразу же попадает ко всем. Ну, то есть в плане раскатки приложения на какие-то проценты тут не поменялось ничего, то есть я понял вопрос, тут есть действительно такой момент в плане обратной совместимости, назовем это так, в случае с DevKit-ом проблем с обратной совместимостью нет, потому что нет кода в нативе, который как бы требует поддержку DevKit-а. Когда-то давно DevKit-а занесли в проект, и он там живет, он безусловно обновляется, но от обновления уже не так много зависит, то есть базовое приложение работает, поэтому какие-то наши релизы на мобильном бэкэнде, они в принципе никак не пересекаются с релизами мобилок, это можно даже заметить, потому что у нас отдельные люди там занимаются дежурством при релизе мапе, отдельные люди при релизе приложений. Они безусловно смотрят друг на друга по поводу появления багов, но обычно это никак не связано. А касаемо обратной совместимости, когда мы используем не DevKit, а просто используем Flex SDK для BDUI, там нужно просто при раскатке фичи в продакшн, на бэкэнде в том числе, либо в контент менеджмент систем, опять же, проверять и добавлять условия на версию приложения, чтобы ничего не сыпалось, чтобы всегда был какой-то фоллбэк на работающий контент, но в другом виде. Окей, спасибо. Здравствуйте, спасибо за доклад. А можно, я ни с одной из этих технологий не знаком просто, технически, как происходит построение UI? Я так понимаю, приложение получает, грубо говоря, payload, JSON-чик какой-то с описаниями. DevKit, да. И как он раскатывается на нативные компоненты? Вы ручками, что ли, какие-то свои компоненты создаете, или это вообще все целиком DevKit делает? Смотрите, в случае с DevKit есть некий engine внутри проекта, который полностью умеет парсить эту JSON-верстку и отображать то, что мы там напридумывали на бэкэнде и отправили на клиента. А в случае Flex SDK без DevKit все так, как вы говорите. То есть мы помимо базовых неких UI элементов, которые уже реализованы во Flex, мы спокойно можем расширять этот список и поддерживать его с помощью опять же, либо прям непосредственно нативной UI библиотеки iOS, либо там с помощью любых других библиотек. То есть это расширяемая история в случае с Flex без DevKit мы сами можем это все прям в нативе реализовывать и поддерживать. В случае с DevKit он сам все умеет из движка. Получается, если когда был Flex, то все-таки если вы хотите ну грубо говоря какой-то новые кнопочки добавить, там другой формы или что-то другое, то вам нужно было новый релиз выкатывать, чтобы они поддерживались. Все так. А с Flex он сам как бы все новые штуки рендерит. С Flex плюс DevKit все само, с Flex без DevKit вот так, как здесь написано, то есть мы зависимы от релиза, только когда кардинальные изменения по UI либо по данным. То есть логика полностью на бэкэнде, но при этом если мы что-то меняем, что требует поменять непосредственно UI, либо добавить новый элемент, то да, мы зависимы в этом плане от релизов. поэтому Flex плюс DevKit вообще кайф. Там нет зависимости, там все быстро, легко тестируется и безусловно это требует скажем так сопутствующего кода. То есть вот под конец еще на самом деле забыл чуть сказать, минусы конечно есть у всего. По моему мнению здесь минус какой. То есть помимо того, что безусловно лично мне хотелось бы больше заниматься нативом, но для этого благо есть возможность там брать какие-то техпроекты, чтобы все-таки не полностью в BDUI концепцию утекать, а и нативом успеть позаниматься. А второй минус это как раз так сейчас секунду. Так, я извиняюсь, я забыл какой второй минус я хотел сказать, но я обязательно вспомню и лично вам скажу. Можно я вопрос еще задам? Спасибо за доклад. А что по поводу обратной совместимости? Ну, типа вы выкатываете новый элемент, ваш бэкэнд начинает раздавать всем пользователям даже старой версии по-хорошему этот новый элемент, а старая версия рендерить его не умеет. Вот я отвечая на, по-моему, первый или второй вопрос как раз про это говорил. То есть в случае с divkit-ом проблем нет, в случае с flex-ом без div. Подожди, а если divkit типа держит этот элемент, как это проблем нет? Дивкит, грубо говоря, мы живем в концепции, что divkit не может не поддерживать этот элемент, потому что все, что мы разрабатываем… Вы не придумываете то, что не поддерживает divkit? Ну, сейчас мы не сталкивались с ситуациями, то есть достаточно много компонент реализованных, чтобы сверстать что угодно. А вот вы какое-то время без divkit-а жили? Да. И вот как вы поддерживали совместимость? Выкатка новой версии это не поддержка обратной совместимости, это просто выкатка на новых пользователей. То есть под поддержкой у нас, вот еще раз, когда не было divkit-а, получается, что мы с помощью контент-менеджмент-система выставляли, начиная с какой версии мы показываем такой контент, до какой версии мы показываем фоллбэк и старый контент. То есть мы какое-то время жили, грубо говоря, с двумя экранами. Просто один экран был с концепцией BDI с помощью флекса, а второй экран был на полном нативе. Это, получается, бэкэнд решал, да? Кому какой отдать? Типа какой версии? Бэкэнд в зависимости от версии решал, потому что бэкэнд с помощью контекста и шерит даты, он знает, как бы, некоторые основные моменты о приложении. То есть версию, платформу там и куча другого. Он спокойно это проверяет и выбирает, кому что, как бы, отображать. А бэкэнд флекса вы сами писали? Мобильная команда? Мобильный бэкэнд писали ребята частично из инфраструктуры, частично прям мобильные разработчики текущие. Но, опять же, повторюсь, то есть я сейчас больше рассказывал с точки зрения потребителя этих технологий, то есть как продуктовый разработчик, скажем так. И последний вопрос. А нельзя было Дивкит без флекса использовать? Ну, типа, он же тоже все умеет, там же тоже можно задать... Все так. Дивкит можно использовать без флекса, Дивкит open source. Нет, я знаю, я про то, что... Какую проблему вы решили флексом в итоге? Можно же было просто взять Дивкит? Флексом мы изначально решили проблему мобильного бэкэнда, то есть он максимально подходил под эту концепцию, он создан был немного до того, как мы начали на него переезжать, кто-то выступил с идеей его добавить, и мы на практике поняли, что это очень удобно. Ладно, я, может, если что, потом подойду, потому что не до конца понял. У меня вопрос такой, а не теряете ли вы лояльность пользователей, потому что не все пользователи любят, когда у них в приложении что-то без их ведома меняется? Тут я не отвечу, потому что просто, ну, действительно не знаю ответа, но если порассуждать, то мне кажется сейчас на СНГ рынке большая часть приложений так или иначе пытается без лишних релизов менять контент. По-моему, это адекватный, нормальный процесс. Мы, скажем так, мы не вводим каких-то новых ограничений при наших релизах бэкэндов, чтобы получать негативную реакцию. Но у вас есть какое-то ограничение, типа, как вы можете выкатывать релизы, чтобы у пользователей не было ощущения, что они каждый раз заходят в новое приложение? А ограничения по релизам в каком плане? Ну, типа, не выкатывать каждый день новый экран, ну, новую там иерархию экранов. Ну, там не настолько это, конечно, быстро происходит. Я вопрос понял. Тут же надо понимать, релизы-то у нас ежедневно катаются при любом раскладе. Даже если мы там ничего, грубо говоря, не добавим, релиз все равно запустится там с чем-нибудь. Там коммитов тысячи за сутки. Вот. Кардинально. Может же меняться все не после релиза, обычно фича заливается, она скрыта под флагами, она тестируется, там как-то раскатывается на маленькие проценты и как раз таки с помощью эксперимента мы же тоже не сразу берем и там на 100% катаем, мы видим реакцию. Если видим, что не нравится, мы принимаем какое-то другое решение и что-то переделываем, чтобы большему количеству людей нравилось. Супер, спасибо. Да, крутая презентация опять же. Вопрос, я так понимаю, что мобильный бэкэнд, он разворачивается также на серваке и потом данные прилетают на клиент. Все верно. Его разрабатывали вы, получается, как фронтендеры, правильно? Нет, вот я отвечал на вопрос. Частично этот бэкэнд разрабатывали ребята из инфраструктуры, причем они делали это сильно заранее до того, как мы переезжали. Частично это непосредственно мобильные разработчики из маркета, но, скажем так, тоже не с продуктовой направленностью. То есть это люди, которые больше отвечают за инфраструктуру, но все еще являются мобильными разработчиками. Так, и второй вопрос, что насчет скорости? То есть это повлияло как-то на скорость отображения контента? Там сперва вообще мы не понимали, что происходит. То есть все сильно поменялось, причем там где-то в очень хорошую сторону, где-то в сторону хуже, чем мы ожидали. По скорости отвечу кратко. У нас есть прям команда, которая отвечает непосредственно за скорость маркета. Последний год, может, чуть меньше, очень активно они в этом плане работают. У нас есть разные эксперименты, есть даже очень странно, но есть замедляющие эксперименты, чтобы смотреть на реакцию. То есть про скорость не могу отвечать с подробностями, так как я не в их команде. Но вот то, что знаю, то знаю. Там разные тесты проводились, разные эксперименты, и доработок очень много. потому что действительно это сильно непривычно было год назад, и все пытались к новым реалиям как-то привыкать, разбираться, и вот сейчас все идет очень быстро, улучшается, все хорошо. Хорошо, понял, спасибо. Спасибо за доклад. Насколько выросло потребление трафика? Все же JSON побольше стали, и каждый раз их гонять надо? Так, опять же, по процентам не отвечу. Знаю, что изначально, да, прям сильно видели, что трафика жрется больше. Сейчас, опять же, в том числе с помощью команды скорости и различных оптимизаций, улучшений, все стало даже лучше, чем было в нативе. Каким-то образом там научились, скажем так, отдавать лишь те данные, которые нужны, в том числе с помощью механизма префетчера. То есть наш бэкэнд для некоторых экранов он знает, какие данные заранее по-любому понадобятся, он один раз их грузит и сохраняет в неком месте, чтобы мы не перезапрашивали, не дублировали данные при походе в сеть. Да, спасибо. Все, вроде бы. Так, спасибо, Никита, за доклады, за вопросы. Давайте подождем еще минутку, может, у кого-то еще появился вопрос. Так, вот, вижу молодой человек. Спасибо за доклад. Наверное, мой вопрос прозвучит слишком наивно, но на ваш взгляд та тенденция, которой вот сейчас, которой вы придерживаетесь, можно ли еще как-то ее усовершенствовать или это вот финальная точка, дальше лучше не будет? сто процентов дальше будет меняться все, абсолютно все, потому что, ну, во-первых, идеала не существует, и суть идеала в том, чтобы к нему стремиться, никогда не достигнуть, но при этом бесконечно улучшать то, что мы делаем. Меняться будет многое, и меняется каждую неделю, то есть меняется и сам подход, меняется, там, обновляется библиотека иди в Китай, и фликса, и продуктовые команды под это все подстраиваются на новый лад. То есть, например, там, недавно для внутрянки там сделали новый инструмент, пока что мы не можем с ним работать в проде, но мы уже смотрим в его сторону, чтобы в дальнейшем быстренько подготовить наши фичи для его использования. Ну, а в целом, на ваш взгляд, вот вот эта тенденция, через какой промежуток времени она будет более распространена, если она не распространена еще. Мне кажется, она на текущий момент уже на хороший уровень, скажем так, расплюснута по СНГ как минимум, то есть, опять же, по понятным причинам и в том числе из-за некого удобства. У нас достаточно много продуктовых компаний, это очень удобно для тестирования гипотез, для экспериментов, для разработчиков в том числе. То есть, по моему мнению, это уже на очень хороший уровень раскатано в плане хотя бы осведомленности, но в том числе в плане реализации. То есть, насколько я знаю, много команд в разных компаниях уже придерживаются этого подхода, просто некоторые его называют не backend-driven UI, а по-моему, server-driven UI, это то же самое. спасибо. Собственно говоря, еще идея в голову пришла. Тут как раз спрашивали про оптимизацию трафика, может, вместо JSON-чика protobuf затянуть и вообще как бы будет минимум трафика потребляться? Я не буду врать, я очень поверхностно знаю, что такое protobuf, я знаю, что он у нас используется, но по-моему, не на мобилках. Хорошо, понятно. Поэтому не могу ответить на вопрос. Повторюсь напоследок, что если вот кому-то прям интересны технические детали, то не поленитесь, зайдите на сайт Дивкита и посмотрите конференцию шестичасовую. Но воскресенье на скорости x1.5 смотрится отлично. Там все, ребята, хорошо раскрыли. Я думаю, на самом деле, на многие технические вопросы вы там найдете ответ. Да, еще раз большое спасибо. Поаплодируем нашему спикеру.